Железные войны. Erasm Golg по прозвищу Безжалостный. В компьютерной игре Horus Heresy Legends карта Erasm Golg часто выступает в качестве, если не финишера партии, то весьма серьезной угрозы, от которой оппонент хочет избавиться как можно скорее. И неудивительно, высокие показатели атаки и здоровья в сочетании с весьма вкусными дополнительными способностями делают Голга весьма опасной картой для противника. Особенно неприятно, если такой красавец, вытащенный через припасы, разыгран уже не за 8 энергий, а всего за 6. Но перейдем непосредственно к Беку. Железные войны, ребята весьма суровые, одинаково безжалостные к врагу и проявлением собственной слабости. Никакой сентиментальности. За победу не жалко отдать любую плату, а вот даже самое незначительное поражение недопустимо. Пертураба – великий стратег, гениальный ученый, талантливый изобретатель, но при этом бескомпромиссный, безжалостный монстр, одновременно терзаемый собственным чудовищным эгоизмом и завистью. Эразм Голг не обрел великих добродетелей своего отца, но с лихвой получил другие, более зловещие качества, свойственные темной стороне души Пертураба, невероятную свирепость, черствость, бескомпромиссность к проявлениям любой слабости, упрямство и беспощадность к достижению цели. Легионеры Железных войнов прозвали Голга безжалостным, что, учитывая порядки царившей в 4 легионе космон-десанта, говорит о многом. Руководящий состав Железных войнов, равно как и простые легионеры, никогда не отличался особой сентиментальностью. Холодная логика, бескомпромиссная эффективность, стремление добиться победы любой ценой – вот единственные добродетели сынов Пертураба. Но в этом Эразм Голг обошел многих, да настолько успешно, что его методы в сокрушении противника даже другим, не менее суровым воинам 4 легиона казались избыточными. Капитан 11-й Гранд-Роте продемонстрировал свое рвение при выполнении Эдикта о децимации, где безжалостно расправился со своими боевыми братьями в наказание за проявленную ими слабость. При этом, несмотря на блестящий посложный список и чудовищное упрямство при выполнении любой, даже самой сложной боевой задачи, Пертураба долгое время не допускал его до высшего эшелона власти. Возможно, что повелитель 4 легиона понимал, что несмотря на агрессивность, кровожадность, невероятную безжалостность и решимость, в стратегическом плане возможности посмотреть на сражение под другим углом и глобальные оценки всей боевой ситуации, Голг серьезно уступал другим командирам Железных Воинов. Пертураба, при всей его свирепости и беспощадности, обладал великим умом и даром изобретателя, чего и разум, несомненно, был лишен. Со временем Голга все же повысили до командира 11-й Гранд Роты, передав под контроль не только внушительной силой Железных Воинов, но и легендарный корабль Контрадор, карта которого также присутствует в компьютерной игре Horus Heresy Legions. Стоит отметить, что в пылу даже самых отчаянных атак, Эразм не прятался за спинами боевых братьев. Облаченный в великолепную тактическую броню, он вел за собой в самое пекло сражения знаменитые отряды осадных терминаторов-тиранов. Голг все-таки добился своего, и был удостоен чести стать одним из триархов, наиболее близких и доверенных советников Примарха. Впрочем, долго наслаждаться столь почетным титулом Эразму так и не удалось. В битве при Фолли, на исходе финального, самого кровопролитного столкновения, Контрадор Голга был взят на абордаж трибуном, кораблем имперских кулаков, а сам триарх сражен Алексисом Поллоксом. Контрадор же остался в плену Седьмого Легиона. Так закончилась история Эразма Голга по прозвищу Безжалостный.